этого часа, а сейчас тебе надо действовать, а сейчас тебе надо подать свой голос, сейчас. Если ты сейчас промолчишь, то свобода и избавление для народа израильского придут с другой стороны, но ты погибнешь. Это твой шанс, это твой момент, ради этого все было. Ты сейчас сможешь, повинуясь мне, я повинуюсь Богу, говорит Мардахей, ты повинуешься мне, я передаю тебе Слово Божье, если ты повинуешься мне, пойдешь и будешь говорить с царем, потому что я с царем говорить не могу, Бог рассчитывает на тебя, что ты не разменяешься, если ты это сделаешь, ты выполнила свою миссию жизни. Я просто смотрю, что мы, славяне, оказались в Америке не зря. Мы ничего для этого не сделали. Бог распорядился таким образом, что мы с разных сел, с разных городов, поселков и даже стран бывшего Советского Союза оказались в Соединенных Штатах. И мы не просто оказались где-то, там знаете, в каком-то штате в середине Америки. Мы оказались в Калифорнии. Мы оказались не просто в Калифорнии, мы оказались в Сакраменто. Не смотрите на меня странными глазами. 20 минут, и мы возле Капитолия, возле центрального здания нашего штата. Зачем мы здесь оказались? В силу чего мы здесь оказались? В городе этого штата. Штата, который влияет больше всех на все остальные штаты Америки. Мы оказались в стране, которая влияет на все остальные страны мира. Последние три недели нам это было ярко продемонстрировано. Колыхнулась экономика в Америке, колыхнулся весь мир. Люди мои дорогие, послушайте, увидьте, откройте глаза. Бог переселил нас в этот город, чтобы мы жили в этом штате. Чтобы мы дождались своего момента, своего часа. Зная, что мы те люди, которые расслаиваться не будем, улыбаться не будем. Зная, что Бог нас воспитывал, вкладывал в нас все это познание. Чтобы рассчитывать на нас в этот решающий, важный, не просто для этой страны, для всего мира, важный час. Важный час. Важный час, церковь. Важный час. Если ты сегодня не подашь свой голос, реальный голос, реальный, если ты не подашь свой голос, тебе это вменится в вину. Мы пришли к перекрестку, где твой голос обязателен. Обязателен. Церковь, дорогая, голос обязателен. От этого момента уже повернуться и уйти нельзя. Это называется дезертирство, предательство. Когда Бог провел нас так далеко. В крещении Духом Святым, в познании, в хорошей церкви. Когда переселил нас в это место, чтобы в нужный момент опереться на церковь, рассчитывать на церковь, что церковь теперь поддаст свой голос. И вы знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы обязаны голосовать. От слова голос. Мы обязаны голосовать. За кого мы должны голосовать? Насчет этих пропозиций здесь ясно все, как белый день. Христиане, здесь все ясно, как белый день. Пропозиция 8. Yes on 8. Мы это уже говорили. Это то, чтобы традиционный брак вернулся в нашу Калифорнию. Что мы сделали для этого? Я вам говорю и даю воззвание. Завтрашний день мы должны пожертвовать своей собственной работой. Не выйти на работу. Мы должны весь день всех наших детей взять, просто стоять на этих мостах, где идут фривеи. И я не шучу нисколько. Я вас заклинаю Господом Иисусом Христом. Это наш шанс. Завтра последний день. Если ты промолчишь, тебе вменяется это в вину. Просто молчание. Есть ситуации, когда даже молчание вменяется в вину. Услышьте это. Есть ситуации, когда ты обязан голосовать. Не можешь голосовать? Голоси. Не гражданин США? Голоси. Кричи просто. Молись. Стань с плакатом. Но ты должен подать свой голос. Амин? Это наше время. Мы сегодня говорим ясным языком. Мы знаем, что ситуации с законом этой страны мы связаны. Мы не можем говорить сейчас за кафедрой всего. Но мы рассудительные люди. Мы должны понимать. Как я могу голосовать за человека, кандидата в президенты? Как? Человека, который открыто говорит за аборты. Убивать нерожденных младенцев. Человека, который питает неприязнь к Божьему народу Израиля. Окей? Человека, который либерал и даст все права гомосексуалистам. Окей? Как я могу поставить свое yes за этого человека? Как? Люди, не верующие, не знающие Бога, они теряются в догадках. За кого же голосовать? Тут налоги лучше предлагают, программы разные. Церковь должна отталкиваться от морали, которую приносит тот или иной кандидат. Морали. Мораль должна стать выше всего. Не в этом ли концепция искушения? Я дам тебе все богатства мира. Я дам вам таксы возвращу. Я вам все дам. Только выберите меня своим хозяином. Выберите меня своим господином. Видишь, все царства мира и славы. Я тебе их дам. Ты только поклонись меня. Признай, другим словом, меня хозяином. А когда ты признаешь меня хозяином, я тебе все это дам. Ты будешь всем этим владеть. Но я буду владеть тобой и твоими детьми. Это точно то, что вчера на Сан-Райсе ни одна машина останавливалась и кричала мне в лицо и моему десятилетнему сыну. Он будет гей. Твой сын будет гей. Мы заберем его, чтобы ты знал. Ваши дети будут наши. Рождайте детей. Мы их заберем. Вот это реальность дьявола в этом мире и в этом обществе. И мы не можем сегодня сидеть тихонько и об этом не говорить. И мы не можем избирать таких кандидатов, которые променяли все моральные ценности, включая нашего губернатора, который сказал no on aid. У которого своя семья, который разменялся. И я не боюсь, говорят, слушай, так нельзя выражаться. Да надоело, просто молчай. Надоело молчать. Нам сегодня закрыли рот в одном, завтра нам закрыли рот в другом. И мы постоянно идем на уступки. Мы постоянно, как мордахеи, должны приседать и тихонько сидеть. Нам нельзя разменяться. Сейчас настало время рокового решения. Мы не можем разменяться, церковь. Мы должны чем-то пожертвовать. Мы должны встать и отстоять наши права. Захожу в один из ресторанов нашего города и просто стоит на кассе девушка, обслуживает. Такая забегаловка. Девушка стоит. Вижу, бирка здесь написана, Света. Я говорю, добрый день, Светлана. Вы говорите по-русски? Да, говорю по-русски. Я говорю, вы голосуете yes on eight? Нет, нет, вы что? Я за равенство. Я за равные права. Я говорю, Света, а вы в церковь ходите? Да, хожу в Вифанию. Я говорю, Света, Света. Нет, не подумайте, при чем здесь Вифания? Она могла сказать дом хлеба. Это вообще никакой роли не играет. Совершенно никакой роли не играет. Человек верующий. Мне не важно, он в американскую, русскую церковь. Он ходит в церковь, и он не знает. У меня речь отняла. У меня отняла речь. Знаете, меня не так часто речь отнимают. У меня речь отняла. Я говорю, Света, а даже меня не убеждайте. Я просто хочу сказать, друзья, не верьте, не верьте, что враг может нас чем-то угощать. Не верьте, не верьте. Не верьте их обещаниям. Не верьте. Во время войны немецкие фабрики изготовили такие конфеты с капсулями. Знаете, капсуль. Они были твердыми, эти конфеты. И немецкие солдаты угощали русских ребят, детишек, мальчиков конфетами. Представляете, эти мальчики знали, что это наш враг. Он разрушил нашу землю. Он сжег наши города. Мой папа где-то гниет в окопах, а может уже вообще лежит в сырой земле. Но сладостей было мало. Эти ребята протягивали руки, брали эти конфеты у своих врагов. И когда они давили этими зубками своими и раскусывали эту конфету, в полости рта она взрывалась. Она выбивала зубы, рвала губы этим детям. И в это время эти солдаты хохотали с них. С каких пор мы верим, что враг...